С 1 июля 2020 года упрощается порядок получения документов, медико-социальной экспертизы при обращении за единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилых помещений для инвалидов. Такое решение принял сегодня кабинет министров Чувашии. Кроме того, обсудили и вопросы распределения субсидий на благоустройство населенных пунктов к столетию образования Чувашской автономной области. По программе формирования современной городской среды Порецкий район получит более 9 миллионов рублей на благоустройство парка отдыха по улице Ленина. Поддержка будет оказана и другим районам Чувашии. В републиканском бюджете на 2020 год и на пановый период 2020-2021 годов предусмотрены субсидии в бюджеты города Чебоксарова в размере 25 миллионов рублей и бюджеты Красночитайского района в размере 25 миллионов 100 тысяч рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования столетия образования Чувашской автономной области. Обсудили и перспективы развития экологического туризма в заповедниках. По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Александра Воробьева, в ведомство уже поступают предложения от предпринимателей, которые хотят развиваться в этом направлении. Это позволит создавать новые рабочие места и привлекать туристов как из России, так и за рубежа. Организованный туризм также позволит решать и вопросы обеспечения пожарной безопасности этих территорий, отметил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Поэтому это направление необходимо развивать. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.